Саламу алейкум всем. Короче, есть такая тема, думаю, с вчерашнего дня, думаю, кому не лень Пишут, говорят, говорят так, что они потомки имама Шамиля, что Кадыров назвал имама Шамиля, предателем Кадыров оскорбил кого-то, Кадыров не так сказал, думаю, у меня несколько вопросов, думаю, нашим братьям, думаю, Дагестанам Кто прочитал мою интервью, думаю, тот должен был понять, думаю, если я говорю, думаю, что я с уважением отношусь к имаму Шамилю, думаю Как к духовному лицу, да, то уже этим это все сказано, что я, по крайней мере, не хотел плохого говорить про имама Шамиля Я и вчера с братьями разговаривал в Дагестане, я говорю, если я хотел бы что-то плохого сказать Я сказал бы, почему Шамиль оставил своих муридов во главе с Байсангур-Беноверским, да, в окружении, да, он, и заключил мир с царской Россией, да, он, я же не с этого начал И у меня вопрос, почему имам Шамиль приехал в Чеченскую республику и находился 19 лет на территории Чеченской республики Почему в Дагестане тогда еще за его голову дали, дагестанский народ давали деньги, думаю, почему против имама Шамиля не воевали, думаю, почему 19 лет мы умирали У нас сократилось население на две трети дома, а мужское население на 70% Почему после того, как он поехал домой в ГУНИБ, три месяца не прошло, он заключил мир Почему на территории Чеченской республики, да, они воевали, невозможно было о мире говорить, думаю, ну, это мои мысли, думаю, бывает человек, вот это, это мое Я же всегда говорил, да, имам Шамиль, когда понял, что нету дальше дороги, да, что заканчивается, да, и дагестанский народ, и чеченский, и те, которые за ним стоят, да, он заключил мир, да, ну, можно сказать, мир заключился, можно сказать, издался Я говорю тем последователям, которые в трусах, в плавках фотографии ставят свои в инстаграм и говорят, что мы последователи имама Шамиля, да, он Какие вы последователи имама Шамиля, да, он На вас посмотришь, да, он, вообще у вас нету ни мужского, ни мусульманского, ничего, да, он И вы оскорбляете этим имам Шамиля, да, он, вы не последователи, да, он А если вы считаете его героем, почему вы считаете его героем, за то, потому что он же, потому что он воевал против царской России, да, он А почему вы не воюете, да, он, не продолжаете его дело, прошло с героем, да, он Столько вопросов, которые вы не ответите мне, да, он А меня вы и моего отца Ахмада Хаджи Кадырова, который я вам официально заявляю, который всегда был с народом И свою позицию никогда не менял, и однозначно, да, он вел, и однозначно вел свой народ справедливости, да, он к миру, процветанию, и всегда был с народом Его вы обвиняете в предательстве, да, он, когда мы говорим Ахмад Сила, вам это не нравится, когда мы что-то делаем, вам не нравится, а почему нам должно нравиться то, что вам нравится всегда, да, он Я всегда говорю вещи своими именами Я начал интервью давать не с имама Шамиля, а имам этого Шамиля, говорил про Басаева Шамиля, про Хаттаба У меня возникает вопрос, почему наши братья Дон, дагестанцы называют этих шайтанов, террористов, Хаттаба, Шамиля Басаева, чеченскими террористами Почему они говорят, что они, чеченские террористы, вторглись в Дагестан, почему празднуют дни, дон, июль 20-й, август какой-то, дон, что-то слабое свежее, говорят, что они выиграли у чеченских террористов Почему? А почему вы не говорите, кто создавал базы группы в Ботнирском районе, Хаттаба, везде, 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 дон, почему не говорите про дагестанских, которые пригласили этих шайтанов, Шамиля и тому подобного, дон, почему вы разделяете? Мне обидно всегда, вы же знаете, что в первом пришел к вам Ахмад Хаджи Кадыров и сказал, что они не чеченские террористы, у террористов нет национальности и религии, они шайтаны, дон, мы с вами, с дагестанским народом Я вот, давая интервью, говорил, дон, почему чеченцы всегда должны воевать, дон, вот они вторглись или создавали, поехали помочь там своим, там же, так скажем, братьям-террористам Вот, они несколько дней закончилось в Дагестане, дон, все, дон, они вернулись в Чеченскую республику, и мы 19 лет воюем Уже 19 лет прошло, дон, 20-е уже При имаме Шемеля тоже 19 лет, дон, мы воевали, дон, почему, дон, у нас все продолжается так, почему у нас не хватает мудрости Имана, как это сделал имам Шемель завершить, там, как подписать, дон, перемирию, там, закончить войну, дон, а если мы закончили войну, дон, почему, дон, мы предатели, дон, почему мы предатели, дон, а имам Шемель герой Я и сейчас задаю вам вопрос, вот если мы предатели, Ахмад Хаджи, его команда, мы предатели, а как называть имама Шемеля тогда? Героем или предателем? Я всегда говорил, что он правильно поступил, дон, дон, дальше, если он пошел бы, дон, не осталось бы ни дагестанского народа, ни чеченского народа, дон Ну, можно было этот же мир соглашение подписать, там, еще 19 лет назад, он Я же не обвиняю вас, почему вы имама Шемеля выгнали? Почему он вынужден был приехать к нам? Значит, мы больше последователи имама Шемеля, чем вы, дагестанские кнопочные герои Если он находился у нас 19 лет, что мы, и за это время мы его не предали, мы с ним были до конца И у нас он не попадал в окружение, мы спасали его А кто из нас больше последователей имама Шемеля, вот если вот так задать вопрос Дагестанский народ или чеченский народ? Сегодня, говорят, он 25 лет воевал, из 25 лет он находился 19 лет в Чеченской республике, да он Кто из нас больше, дон, последователи, или там приближенные, дон, имамы Шемелю, дон У меня к вам вопрос, дон, господа, кнопочные герои, дон Как в свое время, дон, сказал Ельцин, дон, когда Ельцин обвинил, дон, вернее, назвал Дудаев, Джохар, дон Ельцин свиньей, дон, а Ельцин говорит, это сиамский кот меня обозвал свиньей, а я его дважды называю, дон Вот те, которые пишут гадости, недостойные слова, адрес меня, я вам говорю Вы никто и вас звать никак Вы не он и не она, вы оно Будьте поумнее, дон Прочитайте правильно Да, я в школе был хулиганом Я когда получал образование, тоже не был отличником высшим, дон Но я делаю дела И эти дела, вот которые, дон, мы делаем Можно, так скажем, написать истории, книги, дон И можно даже по линии строительства, дон, в других направлениях делать изменения, дон Потому что мы меняем все, дон, в лучшую сторону Так что образование, это придуманное, дон Книги, это истории, дон, чья-то дон Мы пишем новые истории, дон, мы показываем, что Можно изменить лучшую дон, сторону дон, те или иные доны Так скажем, теорию, дон, которые есть, существуют Военным событиям, строительстве Или в других направлениях, спорте И кто говорит, что если я не такой образованный И вы же мусульмане, пророк тоже был дон Не был образованным Салаллаху Аллаху Аллаху Саламу Пророк не умел читать, писать Но я умею делать то, чего хочет мой народ И сегодня, каждые три месяца мы проводим соцопрос Население Чеченской Республики доверяет Кадырову Я себя считаю счастливым человеком Поэтому у каждого есть свой герой Свой кумир И мы не обязаны, если так взять Считать имама Шамиля героем своего И я общим говорю Но мы Я вчера и своему брату Махиду И Хабибу Нургамагмеду Сказал Если я дай считал бы Думал бы плохо про имама Шамиля Я об этом не говорил бы слух Зная, что вы, братья дагестанцы Многие, не все Многие считают его своим героем Вы одеваете футболки Вы пишете Я потомок имама Шамиля Посмотрите на себя На свои страницы На своих женщин Которые полуголые ходят И потом судите Действительно ли вы потомки Имама Шамиля И был бы доволен Имама Шамиля Вашими действиями Вашей жизнью Нет, конечно Если вы имама Потомки имама Шамиля Последуете По его пути А не говорите Ерунду Мой брат пишет Что Вот вы дагестанцы Уже делают призывы Что якобы Кадыров оскорбил Имама Шамиля Мы должны собраться На площади Я им говорю Почему Если я оскорбил Имама Шамиля Почему вы собираетесь Там В Дагестане Махачкале Приезжайте ко мне У нас есть площадь Там соберитесь Короче Ну Как так можно До того быть Тупым Да И Как можно так мыслить И такие вещи писать Я Задавал вопрос Своему народу Почему мы Воюем всегда Почему мы умираем Почему нас называют Террористами Да Почему Нас не называют Героем Да Почему Вы не считаете Героем Да Нашего Беной Бенойского Байсангура Его же Хасаюрти Казнили За то Что он был Муридом Наибом Да Имама Шамиля Да С одним глазом С одной рукой С ногой Он до конца Шел за имама Шамилем Да Его Дагестане Да Хасаюрти Казнили Мы же Никого не говорим Почему вы не спасли его Мы же не предали Вашего героя Имама Шамиля У нас 19 лет Да Я знаю Что Вы хотите быть Похожим Мы тоже Хотим быть Похожим Наших Героев Да Вот В современном Мире У чеченского Народа Есть Герой Ахмат Хаджи Кадыров Который Спас Свой Народ Да А почему Мы не Должны Его Восхвалять Да Говорит О его Успехах Да Его Геройских Подвигах Почему Мы Не Можем Об этом Говорить Да Если Мы Говорим Ахмат Сила Или Называем Школу Имени Ахмат Хаджи Почему У вас Возникает Вопрос Почему Вы Пишите Дон Ваши Дон Сайты Пишут Про Это Так Плохо Если Мы Братья Ахмат Хаджи Был С Вами Он Был В Дагестане И Первым Дон Заявил Что Они Не Чеченский Народ Они Не Представляют Нас Религию Они Шайтаны Почему Вы Так Обеспокоены Бываете Когда Мы Говорим О Своих Героях Тоже Вопрос Поэтому Я Тогда Когда Раньше Тоже Мы Говорили Про Абиба Про Таких Инцидентах Я Тогда Вам Говорю Я Больше Патриот Дагестана Чем Вы Хнопочные Герои Я Больше Люблю Дагестан Потому Что Есть Что Любить Дагестан И Дагестанский Народ У Меня Не Обидно Почему Нас Выселяли Потому Что У Нас Не Было Своего Лидера Чтобы Сказать Нет Больше Этого Не Будет Мы Сами Будем Отвечать И Сами Будем Наводить Порядок И Поэтому Нас Выселяли Почему Наши Мечети Были Закрыты А Дагестанские Мечети Были Открыты Почему Дагестанский Народ Не Выслали Почему Чеченский Народ Выслали Потому Что У Нас Не Было Своего Лидера Я Говорил Об Этих Вещах Почему Мы Не Имеем Права Защищать Свой Народ Почему Мы Не Имеем Права Сказать Своё Слово Эй Лей Как У вас Говорится Лей Судите Сами Из 25 Лет Если Имам Шамиль Находился 19 Лет У нас Чеченской Республики Кто Из Нас Был Шамилем Имамом Кто Его Больше Поддерживал У Меня Вопрос К Дагестанским Кнопочным Героям Вы Где Были Почему Вы Выгнали Заставили Имама Шамиля Оставить Дагестан Переехав На Нашу Республику Чеченскую И Находился 19 Лет У нас У меня Вопрос К вам И кто Последователь И кто Приближенный Близкий Был Имам Шамиля Вопрос Вопрос Еще Почему Когда Их Окружили Если Вам Не Нравится Слово Сдался Да Он Повел Там Себя Так Заключил Перемирие И После Этого Его Муриды Его Близкие Люди Прорвали Тройное Кольцо И Дальше Воевали Прочитайте Историю Про Имама Шамиля По Разному Пишут Я Не Умоляю Его Достоинства Имам Шамиль Был Религиозным Человеком Религиозным Деятелем Уважаемым Человеком Мужественным Смелым Воином И То Что Он Сдался То Что Он Дальше Жил Себе Достойно Значит Ему Это Виднее Было Тогда Такой Уважаемый Религиозный Деятель Который Называли Имамом Действительно Имам Не мог Допустить Ошибку Он Правильно Значит Поступил Но У меня Есть Вопрос Почему Нельзя Было Это За 19 Лет Когда Мы Умирали Две Третьих Население Умирало Мужское Население 70% И Сейчас В Современное Время У нас Мужчин Больше 30 Вернее У нас Женщин Больше 30% Чем Мужчин Это Трагедия Нашего Народа Почему Мы Должны Умирать Почему Нас Используют Всегда И Почему Наши Братя Не говорят Тем Патриотам Которые Называют Себя Называют Террористов Чеченскими Не называя Своих Так же Кто Пригласил Есть Тролики Посмотрите Кто Этих Шайтанов Пригласил Дагестан Дагестан Я имею Ввиду Басаева Хаттаба И Которые С ними Были Там Так что Как-то Так Судите Сами Я Замер Стабильность Прочитания Я Очень Прошу Чеченских Блогеров Молодежь Чеченских Чеченских Молодежь Не Пишите Плохо Про Тех Кто Говорит Собака Лает Караван Идет И Просто Они Сами Знают Один Пишет Мне Я Захожу К нему Инстаграм Он В трусах Лежит И Говорит Я Потомок Имама Шамиля Я Последователь Имама Шамиля Имам Шамиля В трусах Не ходил Имейте Ввиду Если Ты Потомок Имама Шамиля То Продолжай Его Дело Так что Читайте Историю Узнавайте Побольше Кто Мы Такие На самом Деле Так что Не пишите Плохо Про наших Братьев С Дагестана Не пишите Плохо Про имама Шамиля Он Действительно Был Ученым Великим Человеком Он Действительно Был Мужественным Человеком Дагестанам Он Другим Другим Поэтому Аллах, судья нам, как всегда говорил наш первый президент, наш герой, наш спаситель, пусть восторжествует справедливость. Я прошу вас, братья-дагестанцы, не говорите, не празднуйте даты, называя победой над чеченскими террористами или вторжением чеченских террористов. У террористов нет нации и религии, мы их называем шайтанами. Аллаху Акбар Ахмад Силадон. Так что каждый человек должен отвечать за свои слова, за свои деяния, я вас уверяю, в этой жизни и на том свете.